В Белоруссии власти продолжают подводить итоги выборов президента, прошедших 19 декабря прошлого года. Подведение итогов выражается в жестких полицейских репрессиях против оппозиции, преследовании журналистов и в изобличении заговора России против белорусской демократии. Тем временем, само наличие такой демократии ставят под вопрос в Европе и грозят Александру Лукашенко санкциями, вплоть до разрыва отношений, если он не остановит репрессии в стране. Из Минска репортаж Екатерины Кибальчичи. За бело-красно-белую символику в Минске могут и посадить. Другое дело в Брюсселе. В эту среду депутаты Европарламента пришли на заседание в цветах белорусской оппозиции. Европейские политики решали, как наказать Александра Лукашенко. Живе Белоруссии! Живе Белоруссии! Европа грозит небывалыми санкциями. От экономических потерь до подорванной репутации. Это кажется, что репутации Лукашенко хуже не сделаешь. Председатель Европарламента предложил запретить в белорусской сборной участие в Олимпиаде и чемпионатах мира. Для президента-спортсмена, который строит по всей стране ледовые дворцы и собирается принять чемпионат мира по хоккею, это удар ниже пояса. Мы рассчитываем, что будут отпущены все политические заключенные немедленно. Это не обсуждается. И нет иного пути, если хотите сохранить какие-либо отношения. Второе. Необходимая медицинская помощь должна быть оказана всем, кто в ней нуждается после событий 19 декабря. День выборов 19 декабря в Минске называют кровавым воскресеньем. После акции протеста сотни людей оказались в больницах и за решеткой. Рождество и Новый год в знак солидарности многие отмечали у стен следственных изоляторов. Отсидевших уже в Новом году встречали как героев. Но главные оппоненты Александра Лукашенко на свободу выйдут не скоро. Бывшим кандидатам угрожают тюремные сроки до 15 лет. Один из заключенных, Владимир Никляев, был избит неизвестными силовиками еще до закрытия избирательных участков. Это просто кошмар какой-то. Как нормальные люди могут оказываться в такой ситуации, когда моего отца избивают и по полу вытаскивают из отделения реанимации, потом неделю мы о нем вообще не знаем. Спецслужбы пообещали найти тех, кто вышел на площадь, а это десятки тысяч людей. Такого размаха следствие история еще не знала. На допросы вызывают всех, чей мобильный телефон оказался 19 декабря на площади независимости в Минске. Не говоря уже про обыски в штабах и квартирах, не согласных с политикой Лукашенко. Сейчас ломают двери, вот так. Это кадры обыска в независимой газете «Наша Нива». Спустя пару дней редакции удалось возобновить работу. Журналист Дмитрий Панковец пишет статью на компьютере, который принесли читатели взамен конфискованного КГБ. До этого ни разу не было такого, чтобы Европа вводила экономические санкции против какой-либо страны, европейской. Я не говорю, конечно, об Иране. Лукашенко хоть и называют последним диктатором Европы, но серьезных санкций в отношении него никогда не было. В 2006-м он и 20 белорусских чиновников стали невъездными в Европу. На этот раз речь о более серьезном экономическом давлении. Если сейчас Евросоюз ведет санкции, например, запрет на продажу оружия или запрет на торговлю белорусскими нефтепродуктами, это будет иметь эффект. Но есть страны, такие как Литва, Италия, частично Италия и Португалия, которые не заинтересованы в санкциях против Беларуси. Та же Латвия. Половина нефтепродуктов, поступающих в Латвию, белорусские. Нефть и оружие для Лукашенко – основа экономической стабильности. Отсюда и друзья – те, кто поставляют нефть, или те, кому можно продать оружие. Символично, что на этой неделе Лукашенко трудоустроил экс-президента Киргизии Курмамбека Бакиева, объявленного у себя на родине в розыск. Газета «Осман Пресс» сообщила, что Бакиев назначен директором военного завода, хотя раньше тот заявлял, что хочет работать на фабрике детских игрушек. В Европе некоторые политики тоже питают симпатию к бессменному белорусскому лидеру. Однако на этой неделе Берлускони заявил, что поддержит санкции. Президент Литвы дали грибу с кайты. До выборов называла Лукашенко фактором стабильности, сдерживающим Россию. Но глава парламентского комитета Литвы по иностранным делам занял жесткую позицию. Такие заседания, наверное, похожи на заседания насчет Ирана, насчет, я не знаю, насчет Кубы. Что-то такое абсолютно уникальное. Эммануэль Зингерис вернулся в Вильнюс, но продолжает носить цвета белорусского национального флага. На европейских политиков многие белорусы смотрят скептически. Не будут ли эти шарфики самой серьезной санкцией для Лукашенко? Господин Лукашенко надеется, что не хватит сил. На этот раз у европейского парламента сил хватит. Позицию России в этот четверг выразил министр иностранных дел Сергей Лавров. Вчера в Совете Европы была согласована консенсусная резолюция. Она отражает в том числе и точку зрения России, как и всех других государств Совета Европы. Лукашенко никак не комментировал внеочередную сессию в Брюсселе. Но три дня подряд на белорусском телевидении показывали фильм о событиях 19 декабря. Железом по стеклу. Рассказ о том, как белорусская КГБ раскрыла заговор. В конце ноября на белорусской границе отмечают наплыв туристов. Туристы везут с собой странный набор. Электрошокеры, дымовые шашки, дубинки, пастеты, ножи и патроны. Белорусскому зрителю показали двоих граждан России. Артем Бреус до сих пор находится в следственном изоляторе Минска. Его обвиняют по уголовной статье. Являетесь ли вы сотрудником каких-либо спецслужб? Нет, не являюсь, не являлся. Как вы себя чувствуете? Неплохо, насколько это возможно в данной ситуации. Другой герой фильма уже освобожден и вернулся в Санкт-Петербург. Когда тебе говорят почти напрямую, что ты террорист, вообще там какой-то уголовник, это, конечно, да. С одной стороны смешно, с другой стороны, конечно, маленько некрасиво вышло. У студента Алексея Евдокимова в Минске был чисто академический интерес. Он пишет дипломную работу о выборах в СНГ. Последнюю главу он обдумывал в СИЗО, куда попал на 10 суток. Вот его фото на первой полосе газеты «Советская Белоруссия». Хотя в самой редакционной статье про российский след уже ни слова. В подготовке государственного переворота обвиняют МИД Германии и Польши. То есть на этой неделе Лукашенко открыл информационную войну на два фронта. Я думаю, что он уже в том состоянии, когда он этих санкций не боится. Я бы назвала это состояние, знаете, таким фразеологизмом «закусил у дела». Вот он уже их закусил и, в общем, как бы хуже уже сделать достаточно сложно. Поэтому он просто игнорирует. На этой неделе продолжались и обыски, и допросы в КГБ. Показательно была закрыта музыкальная станция «Авторадио». Нас обвинили в призывах к экстремистской деятельности. В чем непосредственно выражался вот этот вот призыв к экстремистской деятельности, естественно, никакого пояснения нет. Белорусское «Авторадио» не имеет отношения к одноименной российской станции. Это было радио, где не крутили по псу, и где в разгар избирательной кампании, как рекламу, разместили ролики оппозиционных кандидатов. Некляева и Санникова. «Фраза о том, что судьба страны решается не на кухне, а на площади». Безобидная фраза про кухню и площадь – теперь почти главный идеологический спорт в белорусском обществе. «Они били детей, они ломали кости женщинам, детям, били стариков. А председатель Центральной избирательной комиссии позволила себе сказать, что лучше бы эти женщины сидели дома и варили борщ, чем они вышли на площадь». Валентина Васильевна, как только вышла из СИЗО, сразу увидела, что председатель ЦИК говорила про нее. «О, да, о, я. Вот я. Ваши же дети здесь. Этим женщинам делать нечего. Сидели бы дома, борщ варили, а не по площадям шастали». «А когда женщина в возрасте идет, значит, у нее, извините, что-то с интеллектом не в порядке». «Не знаю, нисколько я не чувствую себя ущемленной в интеллекции». Валентина Васильевна и ее муж отсидели 10 суток, но не жалеют, что были на акции протеста. Их кандидат сейчас под следствием, а пенсионеры ждут 31 января. Именно в этот день будет озвучено окончательное решение о санкциях. У Лукашенко есть две недели на то, чтобы подумать и отпустить политических заложников. Екатерина Кибальчича, Александр Гусев, Дмитрий Новожилов и Александр Борозенко. Воскресное время.